Дорогие братья и сестры, в эти страстные, особенные дни, накануне Пасхи, хотел бы обратиться к вам со следующими пожеланиями нашей совместной молитвы, нашей совместной деятельности, нашего проживания на Орловской земле. Дело в том, что, если мы вспомним, святиле Иннокентия, митрополита Московского, начало, мол, свое служение на далеких Алиутских островах, и там он обучал местное население правилам санитарии, правилам гигиены, и они были благодарны ему. Мы точно также должны вспомнить определенные правила санитарии и гигиены, которые использовались в далекой древности у нас на Руси, когда приходили моровые язвы, поверья и прочие-прочие болезни. Мы должны неукоснительно соблюдать указания нашего священноначалия, указания святейшего патриарха Московского и всей Руси о соблюдении определенных требований. И они все расписаны, они все указаны. Я бы хотел только о некоторых из них напомнить, о том, что, приходя на службу, мы должны, конечно же, одевать маски, но прежде чем идти на службу, мы должны подумать людям после 65 лет, людям, которые больны, детям, малолетним детям, я бы не советовал приходить в храмы Божии, я бы советовал помолиться дома. А если кто-то и придет в храм Божий, давайте соблюдать безопасную дистанцию, стоять друг от друга как минимум полтора метра, стараться подходить к священнику на исповедь, не очень близко и не очень далеко, тоже одевая маску. Во всех храмах маски будут раздаваться перед богослужениями, все будет протираться дезинфицирующим растворами. Мы должны думать не только о себе, но о тех людях, которые могут от нас заразиться или которых мы можем заразить. И за это мы тоже будем нести ответ перед Богом. Я понимаю, что каждый хочет в эти дни попасть на службу. Давайте как-то распределять наше участие в богослужении, поскольку если Господь позволит на пасхальную божественную литургию, давайте тоже как-то распределимся. Мы во многих храмах, в многоклиростных храмах будем совершать по три божественные литургии, чтобы не было скопления людей, чтобы, не дай Бог, мы друг друга не заразили, чтобы вот эта пасхальная радость не сменилась нашей болезнью или болезнью наших близких. Призываю вас, дорогие братья и сестры, воздержаться от посещения кладбища. Мне вспоминается, как святитель Николай Сербский ответил одной женщине, у которой во время Первой мировой войны погиб сын. Она не знала, где могила сына, скорбела об этом. Он ей сказал, а ты выйдь из дома, дотройся до земли, и этот будет край могилы твоего сына. Давайте лучше помолимся в своих домах, когда у нас есть свободное время от молитвы. Давайте поможем своим близким, соседям, далеким убрать их помещение, если они не в состоянии, приготовить еду, поделиться продуктами питания с неимущими. Это и будет наша молитва, вклад в нашу светлое Христово воскресенье, в достойные встречи этого светлого праздника. Давайте помнить о том, что когда мы будем, конечно же, не дай Бог, отпевать своих близких, не будем собирать множество людей, будем отпевать на свежем воздухе, а не в храмах, не будем устраивать поминок, как это у нас принято, а будем просто молиться. Кто-то в своих домах, кто-то в храме, кто-то где бы ни был. Но лучшей молитвой за наших близких являются наши добрые дела и наше послушание Матери Церкви и Я Священно Началию. Давайте, дорогие братья и сестры, подготовимся к встрече Пасхи, достойно подготовимся, услышим призывы и наших светских властей, и наших властей церковных, поскольку мы должны быть послушными чадами. Я вам хотел бы напомнить слова свидетеля Филарета Митрополита Московского. Он сказал такие удивительные слова, что если ты здесь, на земле, не состоялся достойным гражданином своего Отечества земнага, ты и там, в Отечестве Небесном, нужен не будешь. Будем стараться прийти в Отечество Небесное как можно позже, чтобы радовать своих близких своим здоровьем, своими трудами, своими молитвами и, самое главное, вымаливать здесь, на земле, тех, кто отошел в вечность.